Вот вдумайтесь на секундочку, недавняя атака дронов на инфраструктуру Саудовской Аравии на некоторое время привела, опять-таки по саудовским заявлениям, может быть там и хуже ситуация, чем официально заявляется, к потере около половины добычи, 5,7 миллионов баррелей в сутки. Вот чтобы вы понимали масштаб, обвалы нефтяных цен 1986 года и конца 2014-2015 годов, когда цена и тогда, и в одном, и в другом случае падала в 4 раза, вдумайтесь, 4 раза, не на 40%, в 4 раза, были вызваны избытком предложения где-то в районе 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. То есть вот тут, а тут 5, причем единомоментно. Как ни странно, но просто вот избытком денег многих проблем экономики решить невозможно. То есть про страну говорил? Ну, скорее даже немножко шире, потому что похожие проблемы существуют отнюдь не только в нашей стране, мы не первые, не последние, кто с этим столкнулись, да, что вроде бы с финансовой точки зрения государство более чем обеспечено. У нас в настоящее время, ну, наверное, впервые в новейшей истории наблюдается тройной профицит. У нас профицит федерального бюджета, профицит торгового баланса и профицит счета текущих операций, что на простом, понятном всем языке означает, что наша страна зарабатывает больше валюты, чем тратит, даже с учетом оттока капитала. То есть вот счет текущих операций профицитен. Плюс у нас растут международные резервы, вот не так давно наши резервы превысили весь наш госдолг. То есть, в принципе, вот такая конфигурация, когда все в профиците и накопление государства больше долга, делает финансовое положение нашей страны очень устойчивым к краткосрочным шокам. То есть, если завтра вдруг, не дай бог, там нефть сильно упадет, то в течение достаточно длительного времени государство сможет жить так, как жило, без каких-то изменений. А с одной стороны, вот такое большое накопление резервов, это хорошо, это увеличивает устойчивость. Но с другой стороны, здесь есть свои недостатки. Дело в том, что экономика – это наука о распределении ограниченного ресурса. Поэтому, если государство удалось вот так много накопить, у любого здравомыслящего человека должен возникнуть вопрос, а за счет кого? И в значительной мере за счет всех нас с вами, да? Потому что вот не так давно государство приняло решение, достаточно непопулярные, кстати, решения, повысить пенсионный возраст, повысить НДС, ужесточается там взымание других видов налогов, то есть вот целенаправленно, как любят говорить экономисты, растет фискальное давление. Соответственно, меньше денег остается у бизнеса, меньше денег у граждан, и наблюдается, причем уже много лет, парадоксальное немножко явление. То есть, с одной стороны, наша экономика пусть медленно, но растет. Вот, ПВП у нас прибавляет, вот, там, да, темпы роста, конечно, меньше, чем нам хотелось бы, но в любом случае рост это не падение, да? А такой вот важный для всех нас параметр, как реальные располагаемые доходы граждан, наоборот, снижаются. То есть, в тройном профициту радоваться не так уж нам и стоит, а больше думать о реальных своих доходах. Ну, вот это как раз нечастый случай, вот, чаще всего, это эти процессы параллельны. Вот, кто хорошо помнит экономическую жизнь нашей страны, начало 2000-2008 год, вот, наверное, самый яркий период, когда и росли все экономические параметры, и росло реальное благосостояние. То есть, вот, прямо на глазах жизнь делалась лучше, лучше, лучше и лучше, да. Вот, то, что происходит сейчас, нетипично. Обычно, вот, в большинстве стран, вот, тут мы немножко исключения, если растет экономика государства, то в большей или меньшей степени растет и благосостояние граждан. А чем объяснить такую нетипичность? А вот, как раз, усиленным накоплением резервов. И любопытно, что даже те экономисты, которые вот у нас традиционно считаются сторонниками максимального накопления резервов, ну, прежде всего, речь идет об Алексее Кудрине, с подачи которого, вот, если вспомнить, у нас вообще появилось такое понятие, как стаб-фонд, ну, сейчас он трансформировался, называется фонд национального благосостояния и так далее. Потому что до него у нас вообще вот такой кубышки государственной не существовало. Но даже он в последнее время все громче и громче выступает с заявлениями о том, что мы слишком сильно копим. Что разумно, да, разумно копить. Это абсолютно разумное решение, но не настолько интенсивно, чтобы не вызывать, ну, если так можно образно сказать, не обескравливать всю остальную экономику. — Сергей Александрович, вот Герман Греф еще говорил по поводу национальных проектов, что, ну, скажем так, он относительно разделяет эту инициативу и говорит, что, в принципе, у России нет бизнес-модели будущего, что, может быть, действительно, мы копим, 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 а как мы потом с этими деньгами хотим поступить, мы не понимаем. — Ну, давайте разделим этот вопрос на два, потому что они логически сильно друг от друга отличаются. Что касается нацпроектов, я тоже испытываю, присоединяюсь к его скепсису, довольно большой скепсис. Вот мне много лет, я хорошо помню реализацию двух, ну, если так можно выразиться, тогда не было таких названий, но по масштабу сопоставимо нацпроектов, одного удачного, а одного не очень удачного. Удачный — это было строительство магистральных нефти и газопроводов, мы до сих пор их эксплуатируем, и огромную пользу и СССР, и России они приносят. — Это тот самый через Украину? — Не только, их несколько, и через Беларусь, через Польшу, и нефтепроводы, система БТС-1, БТС-2. В общем-то, значительная доля доходов нашего государства до сих пор прямо или косвенно связана с этими гигантскими инфраструктурными проектами. Причем любопытно, что когда в далеком 70-м году принималось решение, а это называли контракт века, сделка газ-трубы, то есть мы получали трубы, технологии, оборудование, необходимое для строительства, а взамен потом десятилетиями рассчитывались газом. И тогда тоже пытались американцы вводить санкции, есть вот прекрасный кадр, его любят архивный показывать, огромный 1420 миллиметров газопровод, и на нем белая краска и красиво написано «Вашим санкциям труба господин Рейган». Хороший такой архивный кадр, да. Вот у меня просто покойный дед строил вот эти газопроводы, а я каникулы там проводил. А вот такой менее удачный, он тоже вот в чем-то нужный, но вот такой отдачи с него получить не удалось проект, тоже гигантский. — Бам. — Бам, абсолютно верно, да. То есть вот не так давно, пробив очередной туннель, добились более-менее приемлемого профиля, потому что там был настолько крутой профиль, что невозможно было тяжелые составы транспортировать. — А что же с Бамом не так, в чем ошибка-то? — Дело в том, что в значительной мере его проектировали под освоение некоторых близлежащих, очень крупных месторождений, и по многим из них так пока еще и не освоили. То есть когда эти месторождения будут введены в строй, вот тогда он более чем себя окупит. Но когда это будет, к сожалению, пока надежно спрогнозировать невозможно. И поэтому вот где-то в чем-то нацпроекты нужны. И причем прежде всего в инфраструктуре. Потому что привлечь коммерческого инвестора в строительстве железной дороги, даже автомобильной дороги, если она хоть сколько-нибудь протяженная, ну сложно. Но с другой стороны важно понимать, что отдача от такого типа проектов медленная. Ну а вот Бам тому пример иногда даже достаточно проблематичная. Сколько лет прошло, а пока мы ее полноценно еще не видим, только частично. Поэтому эффективность их не очень велика. И их нужно как бы внедрять в тех отраслях, где нет никакой надежды, что придет коммерческий инвестор. Плюс важно все-таки прикидывать сроки окупаемости. То есть в нынешних условиях вряд ли целесообразно затевать проект, который через 20 или 25 лет окупится. Нужно все-таки смотреть на более короткие сроки. А нацпроекты, которые заявлены, многие из них имеют неопределенно длинные сроки окупаемости. Еще одна проблема. Дело в том, что, и вот тут, кстати, тоже накоплен такой вот не совсем положительный отечественный опыт. Вот во многих развитых странах, если государство там условно 1 доллар или 1 рубль вкладывает там в какой-то нацпроект, то он дает довольно приличную отдачу. Иногда экономики это приносят в 1,2 раза больше дохода, иногда даже там вдвое больше и так далее. Коэффициент мультипликации называется. У нас же эта величина вот очень и очень мала. То есть вот что государство вложило, то и произошло, а привлечение туда же каких-то денег коммерческих, в общем-то, не происходит. Поэтому, если не собирать усиленные налоги, а оставить эти деньги людям или бизнесу, скорее всего, и отечественная статистика это надежно подтверждает, люди или бизнес распорядятся этими деньгами гораздо рациональнее, чем государство. То есть коэффициент мультипликации там будет? Заметно выше. Не просто выше, а заметно выше. Плюс, хоть бизнес, хоть граждане, но они гораздо более реалистично подходят к решению вопроса. И не на такую долгую перспективу. В инфраструктуре, да, есть вещи, где нужно смотреть на 30 лет, но во всем остальном нужно смотреть на сроки окупаемости год, три, пять. А дальше, наверное, лучше и не делать. Взгляд на проблемы со стороны так называемого простого человека. Любопытно, но Герман Оскарович затронул эту проблему, но с точки зрения человека, который занимается проблемами архитектуры и экономики России. Взгляд с высоты птичьего полета, скажем так. А может быть, даже из космоса на проблемы страны. Дело в том, что где-то к 2012-2013 годам многие экономисты, причем экономисты, которые обсуждают такие достаточно абстрактные для простого человека понятия, заметили проблему. Проблема заключалась в том, что наша модель экономического роста, на которой мы росли с провалами на кризис 1998 года, 2008 года, с момента распада СССР, вот в принципе к 2012 году, выработалась. Причем эта модель звучит довольно просто, ее даже простой человек легко поймет. Это называется восстановительный сырьевой рост. В момент распада СССР нефть стоила около 7-9 долларов за баррель. Иностранный сорт повыше, наш российский сорт нефти стоил тогда немножко дешевле. И, собственно говоря, дальнейший рост стоимости нефти привел к тому, что денежный поток нашей страны от экспорта рос, 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 рос. Как-то перераспределялся по всей экономике. Отдельная песня, насколько справедлива, но тем не менее распределялся. И мы видели рост благосостояния. К 2012 году было понятно, что все, что ждать дальнейшего роста, оснований нет. То есть мы не сильно добычу поднять не можем. Скорее всего, у нас в следующем году, даже не в следующем, а в районе 2021 года, весьма вероятно, даже немножко спад добычи пойдет. Сейчас цены подскочили, забурлили на нефть. Рубль, рубль. Сегодняшний всплеск цен, не стоит на него сильно надеяться. Это психологическая реакция рынка, это пройдет довольно быстро. Кстати говоря, то, что взлет цены был небольшим, вдумайтесь на секундочку, недавняя атака дронов на инфраструктуру Саудовской Аравии, на некоторое время привела, опять-таки по саудовским заявлениям, может быть там и хуже ситуация, чем официально заявляется, к потере около половины добычи. 5,7 миллионов баррелей в сутки. Чтобы вы понимали масштаб, обвалы нефтяных цен 1986 года и конца 2014-2015 годов, когда цена и тогда, и в одном, и в другом случае падала в 4 раза, вдумайтесь, 4 раза, не на 40%, в 4 раза, были вызваны избытком предложения где-то в районе 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. То есть вот тут, а тут 5, причем единомоментно. А движение цены, ну вот сейчас перед передачей, ну около 10%. Там чуть-чуть утром скакнуло сильнее, а сейчас немножко успокоилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что в мире довольно много нефти, и вот эта вот масштабная катастрофа не приведет к дефициту сырья. Это говорит о том, что ждать вот такого роста цен на нефть, каким он был, вот очень ярко, с начала 2000-го до 2008-го года, оснований нет. И в принципе, причем об этом давно говорилось, но просто вот как-то не получала общественного внимания эта тема. В общем-то вот уже к 13-му году не было никаких санкций, никто не употреблял слово геополитика. Тем не менее было понятно, и экономисты дискутировали вопрос о том, а как нам жить дальше? Какая модель дальнейшего роста экономики нашей страны должна быть? И некоторые лозунги звучали, но они явно не выглядят работоспособны. Сергей Александрович, прорывается зритель на прямой эфир. Дозвонился до нас из Пермского края Семен. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу провести такую аналогию. Вот говорят, денег у нас много, но не знают, куда откладывать. Вот, скажем, семье. Будет доход семьи увеличиваться, то есть приход деньги из семьи, а семья здесь живет землянки, и есть нечего. Вместо того, чтобы строить дом и на эти деньги распахать, допустим, землю и собирать урожай, мы будем откладывать в кубышку, когда деньги обещаются. Так и у нас государство. То есть таких экономистов, которые не знают, куда вкладывать деньги, то есть в Советском Союзе строили заводы, и все работали, получали от этого все пользу. Сейчас у нас автобусы сейчас закупаем за рубежом. Почему государство не построит завод по выпуску автобусов? Начиная от маленьких автобусов, кончая междугородными или малой авиацией, почему бы не заняться? Спасибо большое, Зиме. Сергей Александрович, сравнение оправдано или нет с землянкой и домом? Только частично. Частично сравнение оправдано с той точки зрения, что размер кубышки, даже по меркам Алексея Кудрина, который стоял у основ ее создания, уже чрезмерный. То есть дальнейшее накопление резервов будет очень похоже на то, о чем только что просто и доходчиво объяснил наш слушатель. Абсолютно верно. Что да, копить надо, но не настолько интенсивно, потому что дальнейшее накопление бессмысленное. Гораздо правильнее было бы ослабить тот же налоговый прессинг, и экономика стала бы развиваться заметно интенсивнее. Вряд ли бы мы увидели там какие-то большие темпы роста, но хотя бы ближе к 2-3% в год к такому росту экономика скорее всего вернулась бы. А вот не согласен с той точки зрения, что государство должно строить волевым решением какие-то заводы. Но вспомните советские времена. Вот я полжизни прожил в советских временах. Каким было качество 99% советских товаров, которые директивно строились? Большая часть имела такое качество, что как только открылись границы, и получилась возможность выбирать у человека, купить советский телевизор или японский. Все. Вот если сейчас восстановить производство советских телевизоров, и даже бесплатно их людям раздавать, их даже брать не будут, отвернутся и пойдут дальше. Потому что там физиономия, или синяя, или красная, добиться нормальной цветопередачи было невозможно. Ну там подкрутить можно, в принципе. Я радиолюбитель, я его искрутился. Я как автомат Калашникова его разбирал, собирал, переделывал. К сожалению, качество элементной базы было таково, что заставить его нормально работать было невозможно. Или, допустим, ЗИУ-130 советский автомобиль. С расходом топлива где-то литров 60 бензина на 100 километров. Его тоже, если бесплатно раздавать, восстановить производство, в него даже бензин заливать не будут. Его сразу на металлолом отволокут, и сдадут, и все, и забудут. Сергей Александрович, ну может сейчас конкурентоспособную начнем продукцию делать? А вот там, где она конкурентоспособная, там без всяких директив все прекрасно развивается. Без всяких директив, да. Никто не принимает решение, как когда-то было в Госплане. Вот у нас достаточно... Где? Да, пожалуйста, автомобильный кластер в Калуге. Прекрасно, да. Многие другие виды. Другой вопрос, что мы конкурентоспособны в узком сегменте, который не покрывает всю нашу экономику. И любопытно, и об этом тоже мировой опыт говорит, что, в общем-то, пытаться все производить у себя нерационально. Нужно делать то, что можешь сделать действительно на мировом уровне, продавать его всем желающим, да. А то, что на мировом уровне сделать не получается, покупать. Вот одна из причин, почему, допустим, нет чисто отечественных, там, современных телефонов. Что мы не можем их произвести? Да, можем. Технически это возможно. В конце концов, вот можно купить лицензию и сделать. Как в свое время купили лицензию, сделали Жигули, да. Но с учетом размера нашего рынка, с учетом того, как конкурируют производители телефонов между собой, это жесточайшая конкуренция, емкость нашей страны недостаточно. То есть он окажется либо дороже аналогов, либо менее качественные, чем аналоги. И поэтому нет смысла у нас производство вот это налаживать. И отраслей экономики, где действительно имеет смысл разворачивание производства и включение в борьбу на международном рынке за место под солнцем, не так много. Здесь мы, к сожалению, не слишком много чего можем предложить. Хотя есть отдельные успехи.